Мой буйнос диас, мис каридос амигос. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу с вами поделиться книгой, которую мне привез Джерри. Дело в том, что когда он был в Мексике, и мы связывались, он спросил меня, ты любишь мексиканских писателей? Я сказал, да, я хотел бы прочитать что-нибудь в оригинале, что-нибудь Октавио Паса. А Октавио Паса это Нобелевский лауреат по литературе 1990 года. На что Джерри сказал мне, а ты любишь стихи? Дело в том, что он еще писал и стихи. Я сказал, конечно, не только я люблю, но и мои слушатели любят. И Джерри сказал, замечательно, я тебе привезу книгу. Я сейчас покажу, как я ее распаковывал, это было не сегодня, а немножко ранее. Вот она у меня была в целлофане, и все. И я ее распаковал, чтобы прочитать вам. Давайте сейчас секундочку, я покажу, как я ее распаковывал. Вот сегодня, вот эта книжка, видите, она еще в целлофане. Я сейчас появился ее прямо. Разрежем целлофан, и мы прочитаем, какой-то данной стихотворение Октавио Паса. Открываем. Прям как данный обзор товаров в интернете. От ютюбе на ютюбе. Это сборник стихов Октавио Паса под названием «Он Соль Масс Виво». Солнце, более живое, более яркое солнце. Виво, это можно сказать, живой или энергичный. В данном случае, как вы хотите, я так и понимаете. Ой, смотри, как она хрустит. Вот только тут. Первый раз открыл. Давайте посмотрим, как же мы будем выбирать. Ну что ж, а теперь мы прочитаем с вами стихотворение Октавио Паса. «Силенцио». «Силенцио» означает «тишина». «Аси, как в основном буха, 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 буха». Брота в форме тянового сленщина, игру полос, спаду, субжатый и обзор. И раз ввести кае времена, прожжатый, маленькие mentы и большие, и из-за бали. И в дне горит, в шагатый криток. Можем наделать al silencio, en donde los silencios emudescen. Давайте теперь разберем стихотворение. Así, como del fondo de la música. Así, так, и вот так, таким образом, вот так. Como del fondo, como, как. Del fondo, из глубины. И причем глубина, это может быть не обязательно вниз, да? А вообще глубина вот вдаль тоже. Del fondo, из глубины, de la música, музыки. Brota una nota. Brota, прорастает. Una nota, nota. Que mientras vibra, que, которое, mientras, пока, в то время как, vibra, вибрирует, crece, растет. Y se adelgasa. Y, y, se adelgasa, становится тоньше, либо истончается. Hasta que, до того как, до того момента как, да? Hasta que. En otra música. En otra, en otra, в другой, музыка. Музыка. En mudece. En mudece. En mudece. Шпага. Y suve. Y suve. Y suve. Recuerdos. Cain. Padают. Recuerdos. Воспоминания. Esperanzas. Надежды. Las pequeñas mentiras. Las pequeñas. Маленькие ложи, маленькие неправды, и большие. Я прошу вас прощения, дело в том, что я пропустил вот эту строчку, и сейчас сделаем так. Итак, я поставил текст, и мы будем разбирать именно то, что обозначено голубым шрифтом. Договорились? Поехали. Итак, мы закончили. Las pequeñas mentiras y las grandes. Большая ложь и маленькая ложь. И дальше, голубым текстом. Y queremos gritar. Y – это Y. Queremos – хотим gritar, кричать. Y en la garganta. Y – это Y. En – v. La garganta – горla. Y v gorele. Se desvanece el grito. Se desvanece. Исчезает. Ну, исчезает не моментально, а вот так вот растворяется. Se desvanece el grito. Грito – крик. Desembocamos al silencio. И мы, у desembocamos, мы впадаем, как река. Ну, вот как река вливается куда-то. Вливаемся. Впадаем. Al silencio. В тишину. En donde? Где? Los silencios. Тишины. Тишины. Во множественном числе. En mudesin. Умолкают. Вот. Ну, что ж. Давайте мы сейчас пройдемся по глаголам, а слова остальные я вам выпишу, наверное, возможно, выпишу потом в описании. Итак, давайте. Еще раз. Brotar. Brotar – это прорастать, пробиваться. Ну, опять же, пробивается, как цветок и как родник пробивается. Вот помните в песне, да? И бротан, как у манантьяль, Лас милес дел пример амор. И бротан. Пробиваются, да? Кому у манантьяль. Манантьяль – это родник, ключ, ручей. Brotar. Brotar – это прорастать, пробиваться. Vibrar – вибрировать. Creser – расти. Adelgassarse – становиться более тонким, истончаться. En mudeser – это умолкать. Subir – подниматься. Creser – расти. Каэр – падать. Керер – хотеть. Gritar – кричать. Desmaneser – исчезать. Растворяться. И desembocar – это вливаться во что-то, впадать. Ну и en mudeser – еще раз, это умолкать. Ну вот, наверное... На этом я закончу. А другие слова выражения я вам выпишу в описании. Ну что ж, всем большое спасибо. И, как говорится, Hasta la proxima. Mas bien, hasta la proxima poema. Hasta la proxima означает «до следующего раза». Потому что la vez – раз, это женского рода. Hasta la proxima. Ну, я тут сказал, что hasta la proxima poema. До следующей поэмы. До встречи. До встречи. Продолжение следует...